Потребность есть, а желания нет. Жители округа не хотят вступать в добровольные народные дружины. Об этом сегодня в ходе заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в режиме видеоконференц-связи сообщили главы муниципальных образований. Среди населенных пунктов, где добровольные народные дружины не созданы, несмотря на активную агитацию и информирование людей со стороны сельсовета Нижняя Пеша и Шойна. Впрочем, в последнем муниципалитете нет даже участкового полиции. Народные дружинники призваны содействовать правоохранительным органам в охране общественного порядка. На территории Наридмара такая практика существует с 2013 года. В настоящее время народная дружина насчитывает 20 человек. На охрану общественного порядка по городу Наридмара дружинники совместными с сотрудниками ОМВД заступают трижды в неделю. Общее количество принимающих участие в еженедельных рейдах составляет от 8 до 10 человек. За полгода, прошедшие в 2018 году, осуществлено 64 дежурства, 1027 административных правонарушений, проведена 81 профилактическая беседа, проверено 65 граждан, состоящих под административным надзором. Все дружинники у нас застрахованы. Охлата производится ежемесячно в соответствии с количеством выходов на дежурство. Главы муниципальных образований сетуют на неактивность со стороны местных жителей. Люди не хотят вступать в добровольную народную дружину. И здесь несколько причин. Одна из них – необходимость прохождения врача-нарколога. Для этого необходимо приехать в Наринмар. Жителям отдаленных сел такие поездки обойдутся в немалую сумму. Еще одна причина – родственные и дружественные связи. Люди не хотят брать на себя ответственность, наказывая близких за право нарушения. В Рио начальника окружной полиции Владимир Макеев отметил – возглавить народную дружину должны руководители муниципалитетов. Кто-то же должен ее поднимать, эту активность. Я понимаю, что вы сейчас на меня смотрите, но я вам не зря сказал, что в 1978 году я сам ходил дружинникам. Никто мне не доплачивал, жилетку мне никто не давал, отгулы мне не предоставляли. Я сам это ходил и делал. Вот я на собственном примере вам говорю. Если вы сами не возглавите эту работу, ни один участковый вам этого не сделает за вас. Потому что вы там власть представляете. Да, вместе с участковым. Я не снимаю с них ответственность. Они должны это делать. Они должны это делать, но только вместе с вами. Вместе с активной частью населения. По словам Владимира Макеева, число зарегистрированных преступлений в округе увеличилось почти на 13%. Вместе с тем, количество совершений особо тяжких преступлений сократилось. На увеличение числа зарегистрированных преступлений повлияло более эффективную работу по выявлению преступлений против семьи и несовершеннолетних сференних законов, оборудования, налоговых составов, преступления экономической направленности, экологических преступлений, а также деяния против порядка управления. Кроме того, больше выявленных преступлений, превентивной направленности, предупреждения ст. 116, это Попове, и то, что связано с административным надором. По информации окружной полиции, отмечается рост числа выявленных лиц, совершивших преступления почти на 20%. Поставлено на учет порядка 1800 протоколов об административной ответственности. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Телеканал Север.